Хорошо, я рад представить нашего следующего спикера, нашего давнего друга, Саркис Дарбинян, сооснователь российской правозащитной организации «Роскомсвобода» и управляющий партнер Центра защиты цифровых прав. Вот эти ребята находятся на страже цифровых прав в России. А сегодня у нас такая животрепещущая тема вопрос распознавания лиц, который был уже в киноте затронут. Вопрос, почему… Саркис, главный вопрос, почему вы против и что вообще происходит в России и вообще в мире с этой темой распознавания лиц? Это же так классно. Можно заплатить прямо вот где-то. Давай, расскажи, что вы про эту штуку думаете. Оставь пару минут на вопросе. Мы против, потому что не все лица красивые, а зачем сканировать некрасивые лица? Здравствуйте, дорогие друзья. Да, собственно, у меня сегодня та тема, которая, собственно, для нас стала в 2019 году ключевой. Мы запустили целую общественную кампанию и начали, на самом деле, очень сильно изучать эту тему. Я думаю, сегодня она беспокоит всех нас, людей, которые перемещаются в умных городах, потому что все прекрасно понимают, что технология распознавания лиц – это без сомнений технология двойного назначения. Так же, как, собственно, атомная энергетика. Прекрасно эту технологию можно использовать для создания огромного количества электроэнергии, обогрева домов, а можно использовать для создания оружия, которое уничтожит не просто права, а жизни многих людей. Поэтому тема, которая сегодня называется, которую я представляю, «Лицо под прицелом» от Сан-Франциска в Синдяне, минуя Минск. И немножко хочу, наверное, рассказать, что происходит в этой истории, почему мы, как правозащитники, боремся за введение моратория на сегодняшний день, на использование этой технологии, какие риски мы видим и какие видим решения этого всего. Прежде всего, что такое распознавание лиц? Технология распознавания лиц – это технология, которая использует видеоизображение с камер, с камер слежки. В основном это городские камеры, это могут быть частные камеры. И далее, соответственно, сопоставляет так называемый «фейс-принт» с данными, которые хранятся в определенной базе данных или в оч-листах, если мы говорим о правоохранительной деятельности. Как вообще работает эта технология? Начинается все, конечно, с идентификации. Именно идентификация человека в толпе. После идентификации происходит центрирование. Центрирование на лице человека. Далее происходит измерение основных расстояний. Расстояние между глаз, между ушей. Сегодня используются разные технологии. Как правило, говорят, что там 60-80 точек необходимо для того, чтобы эта технология работала. Но на самом деле это уже прошлый век. Сейчас в основном делают 3D-снимки. И 3D-снимки намного эффективнее определяют, и наиболее точно определяют вот эти расстояния. Четвертое – это преобразование, так называемый фейспринт и хэширование. Пятое – сопоставление уже с информацией в тех или иных базах данных. Если совпадает, то происходит однозначная верификация, идентификация лица. Вот это примерно, собственно, так и работает. Где используется эта технология? Мы с вами знаем огромное количество случаев, прекрасных случаев, когда эта технология действительно обоснована, и она может унести нас всех в совершенно другой мир. Естественно, к этой технологии больше всего присматриваются сегодня банки. В плане оказания финансовых услуг это кажется замечательным. Идентификация лица, предоставление ему даже кредитных и банковских услуг, может быть, вы видели уже, там на Ближнем Востоке уже создают такие беспилотные банковские кабинки, где ты туда заходишь, садишься на стул и, собственно, ведешь коммуникацию с машиной и с менеджером, который сидит на другой стороне. Ритейл. Уже есть примеры беспилотных магазинов, которые позволяют с помощью вашего лица оплатить покупки, не носить с собой ни карточки, ни кэш, ни телефоны. У вас есть ваше лицо, уникальный токен, который позволяет быстро совершить покупки. Это кажется замечательным, это сильно ускоряет процесс, это позволяет нам действительно чувствовать себя везде, скажем так, уверенно, потому что у нас ничего не украдут, мы ничего не потеряем, не забудем. Система защиты. Мне понравился недавно отличный стартап. Технология распознавания лиц была предложена на велосипед. Собственно, велосипед блокируется, вы садитесь на велосипед, он, да, антиугон, он определяет ваше лицо, разлочивается, вы едете дальше. Отличное применение. Двери в офис, дом, да, это может использоваться как второй фактор. Вы можете быть уверены, что никто не зайдет, потому что кроме обычного ключа технология распознает, что вы хозяин и открывает вам дверь. В качестве, наверное, первого, единственного фактора, это, наверное, несколько опасно, потому что риски большие. Но если это второй фактор, то вы понимаете, что ваша дверь надежна, она бронебойна, никто туда не проникнет. Маркетинг. Для определения, кто перед нами, для того, чтобы откручивать ему релевантную рекламу, релевантные услуги, за этим гоняются все маркетологи, они понимают, что огромный потенциал есть для продажи товаров и услуг, и не каких-то там, а тех, которые нужны именно вам. Ну, естественно, пятая часть, она вызывает больше всего дискуссий сегодня. Это правоохранительная деятельность, миграционный учет. И она позволяет правоохранительным органам искать беглых каторжников, искать пропавших детей. Она позволяет осуществлять учет мигрантов, которые перемещаются. Поэтому, как мы видим, на самом деле поле использования технологии распознавания лиц огромное. И, естественно, достаточно мы говорим, что это прогрессивный путь, если эта технология будет использована именно так. Законно ли это? Я вот привел пример с отпечатками пальцев. Как называется эта наука? Дактилоскопия. Все ее изучали прекрасно. Дактилоскопия подвержена определенным стандартам, нормам. И вы прекрасно знаете, что отпечатки пальцев у вас могут забрать не всегда. Когда у вас могут взять отпечатки пальцев? На границе. Где еще? На какой госслужбе? Берут отпечатки, да, серьезно, сюда? Отлично. В госслужбе. Визы. Где еще? Телефон. Мы отдаем АПЛУ, да? Что еще? Когда мы отдаем? Когда мы отдаем? В тюрьме, в морге, да? Ну, то есть, есть определенные случаи, когда у вас могут отпечатки пальцев взять. Как правило, мы говорим о законной цели. Законная цель, когда у нас возникает? Когда, соответственно, это необходимо для осуществления какой-то общественной безопасности или правоохранительной работы. Тюрьма, да, мы сказали, там, задержание, миграция, шенген там позволяет. Либо, соответственно, когда есть согласие. Когда мы отдаем компании АПЛУ, согласие, мы подписываем, грубо говоря, договор путем нажатия кнопки, да, что мы хотим использовать эту технологию. И тогда мы ее запросто используем. Могут ли у вас на улице подойти третье лицо, допустим, кто угодно, сотрудник полиции, частный актер и сказать, отдай мне свои отпечатки и насильно у вас их взять? Если он сильнее, да. Но, скорее всего, вы будете очень сильно возмущаться, если к вам в метро подбежит какой-нибудь псих и начнет откатывать ваши пальчики. Надо понимать, что с технологией распознавания лиц это происходит зачастую без вашего согласия. Потому что, проходя под прицелом видеокамеры, вы уже никаких согласий не даете. Вы уже нигде не расписываетесь, ни с чем не соглашаетесь. Вы вообще можете не знать, что это с вами происходит. И это становится, конечно, огромной проблемой. И несмотря на то, что нам говорят, что у нас в базе данных есть там только определенный список преступников, откатывают всех, да, хоть вы и не преступники. То есть ваши данные собирают и кто-то их где-то сколько-то времени хранит. Опять же, мы никогда не знаем с вами, сколько это происходит. Но если с компанией Apple еще есть какой-то полиси, они что-то рассказывают, то в других целях темный лес абсолютно. И, конечно, это становится большим вызовом для прав человека. Это сопряжено с огромными рисками. Прежде всего с тем, что, как вы понимаете, являясь биологическим токеном и ключом к использованию различных сервисов, услуг, вы никогда в жизни не сможете поменять этот токен. Не, ну, конечно, есть вариант покромсать лицо, стать Майкл Джексоном, знаете, сделать дорогостоящие операции. И, возможно, у вас этот токен поменяется. Но в большинстве случаев вы будете всю жизнь с ним ходить. Отсюда, конечно, возникают огромные риски. Прежде всего риски, связанные с мошенничеством. Это новый вид мошенничества. Когда ваше лицо будет использовано для получения услуг. И потом вам придется, если это были не вы, доказывать, что это не вы. Поменять вы, еще раз, никогда уже не сможете. Вы сможете только реагировать на случай неавторизованного использования ваших биометрических данных. Незаконный сбор данных – это повсеместная проблема, это нарушение законодательства о персональных данных. И частными акторами, и государственными это происходит. Ошибки распознавания. Есть исследования уже американских коллег, некоторые исследования в Европе, которые говорят, что в отношении, например, чернокожих или азиатов технология совершает большое количество ошибок. Особенно в категорию попали цветные женщины. Собственно, с ними больше всего ошибок возникает. А учитывая, что мы уже перешли к тому моменту, когда это не просто распознавание лезли, а дальше какого-то человеческого обращения, тритмента, а это уже работа искусственного интеллекта. Когда искусственный интеллект принимает какое-то юридическое значимое решение, определяя ваше лицо. Он вас пускает или не пускает, он вам что-то продает или не продает, отказывает, наказывает. Со временем надо понимать, что в ближайшие пять лет менеджеры, клерки будут заменены искусственным интеллектом. Искусственный интеллект будет принимать решения на основании тех данных, которые он получает, в том числе с наших прекрасных лиц. Конечно, утечки данных – это постоянная проблема сегодня, с которой мы боремся. И, несомненно, утечка биометрических данных ведет еще более глубоким и серьезным результатом. Как я сказал, потому что, прежде всего, в отличие от других, когда у вас утекают данные, вы не можете поменять пароль, сделать другой логин, заблокировать карту, выпустить новую. Это уже здесь не работает. Массовая слежка – большая проблема для всего гражданского общества. Это нетаргетированная слежка. В том числе Россия у нас относится, например, к странам с нетаргетированной слежкой. Европейский суд по правам человека уже по делу Захарова сказал, у нас нет никакого надлежащего надзора. Кто осуществляет слежку, никто не проверяет. И, собственно, сегодня это, конечно, грозит тем, что людей будут отслеживать. И массовая слежка, она, несомненно, ведет и к трансформации поведения. И это становится самое страшное, потому что человек, зная, что он находится под прицелом видеокамеры, он уже не позволяет себе многих вещей. Даже если он не преступник, он может отказаться идти в мечеть, он может отказаться идти на гражданский протест. Собственно, передвижение по городу становится более известным для определенных структур. Если раньше мы полагали, что мы защищены в оффлайне, выключали телефон, заходя в переговорную комнату, или, например, вообще оставляли его дома, выходили на улицу и думали, все, мы уже привыкли. В онлайне за нами следят, в оффлайне мы могли еще скрыться. То с помощью этой технологии скрыться уже не получится, потому что она может матчить ваш цифровой профиль и вашу реальную личность. И определяя восьма улицы, она может, соответственно, сопоставлять информацию с Facebook, с информацией из баз данных государственных. И, соответственно, наблюдающий получает полную картину по вам, куда вы направляетесь, к какой любовнице вы идете, на какую работу вы идете, где вы покупаете. И там вся информация становится достаточно доступной, и на основании ее уже можно заниматься и атаками, соответственно, и подавлением каких-то гражданских свобод. Для нас эта тема стала для москвичей наиболее актуальна после летних гражданских протестов. Технология уже была использована впервые, потому что у нас также говорили в обосновании правоохранительные органы Москва, говорило правительство Москвы. Нам необходима эта технология, чтобы тоже искать пропавших детей и беглых каторжников. Чуть позже дискуссия поменялась. Сказали, хорошо бы использовать технологию для обеспечения общественного порядка. Что такое общественный порядок, мы знаем. Сахаровская площадь, теперь по периметру будет обставляться такого рода камеры. Уже их начали устанавливать на металлодетекторы. Ты проходишь, тебя сразу идентифицируют. И если некоторые критики мне говорят, что, Саркис, вы слишком драматизируете. Нет ни серверов, ни каналов, чтобы миллион российских или белорусских пользователей идентифицировать. Но да, миллион нет, но 100 тысяч или даже 10-20 тысяч человек идентифицировать по кругу и уже знать, кто ходит на эти митинги, это достаточно просто. А дальше мы видели, что происходит. Ладно, есть уголовное административное дело, не возбудили, но начинается давление. Вычисляют, где учился, где работал, давление через университеты, через работодателя. И человек принимает решение со временем, что лучше он не будет вообще никуда ходить, потому что учеба или работа дороже, чем выражение гражданского протеста на площади. Если мы посмотрим на мир, что происходит в мире, как вы догадываетесь, самыми активными в области сбора биометрических данных на сегодняшний день являются Китай, Малайзия, Пакистан, Индия. Там вообще нет никаких границ для сбора данных. Ну и, как видите, Соединенные Штаты сейчас занимают одно из передовых мест. Наши страны, они пока где-то там, только эта вся история начинается. Я уверен, в ближайшие несколько лет это будет гонка за биометрией. Все компании, все государства будут получить максимальное количество биометрических данных. И во многих случаях их сдерживать в этом ничего не будет, как и не сдерживает сейчас. В Китае вообще, я думаю, многие из вас слышали, да, собственно, могут, может полицейский остановить на улице и начать вас фотографировать. У них приложение стоит в телефоне, попросить вас повернуться, сфоткать с другой стороны и пойти дальше. Поэтому, если мы говорим о Китае, то сегодня в Китае развернута самая большая система по распознаванию лиц. Я думаю, многие из вас слышали эти истории про Сен-Дзинь, про Восточный Туркестан. Есть отличный отчет Human Rights Watch, я не буду его пересказывать, кому интересно, почитает. Но Китай, это сумасшедшие цифры, они потратили 200 миллиардов долларов уже на видеокамеры, на технологии. И если посмотреть распределение по регионам, то мы увидим, что самое большое 70-80% этих денег были как раз потрачены в Ксеннанском, Уйгурском автономном округе. То есть это Восточный Туркестан, это Тибет, тибетский автономный регион и последнее это Гонконг. То есть это неспокойные, самые неспокойные регионы Китая. И это колоссальная сумма, 173 миллиона камер стоит уже в Китае. Это больше, чем население, наверное, всех наших стран вместе взятых. И в этом плане, конечно, Китай не останавливается ни перед чем. С одной стороны, они достигли высокого уровня развития искусственного интеллекта, потому что они скармливают ему огромное количество данных. Но с другой стороны, это действительно массовое нарушение прав человека. Компания Hikivision, которая поставляет камеры, которые работают с технологией распознавания лиц, уже была, собственно, добавлена в санкционные списки США. С ними многие не работают, так как компанию обвинили в том, что она помогает нарушать права человека. Но, тем не менее, в наших странах они вполне хорошо работают. И коллеги вот знают, господин Такаев недавно из Казахстана ездил на завод Hikivision. Сказал, что очень круто, как бы нам нравится, мы будем покупать. А Китай сейчас эту историю аутсорсит. Они теперь ходят по миру и предлагают всем 5 миллионов долларов, по-моему. Бесплатно, они говорят. Вот. Я слышал, что они пошли в Норвегию даже с этим. Норвежцы сказали, спасибо, мы уж как-нибудь сами. Пришли в Кыргызстан. Кыргызы сказали, ну, замечательно, мы возьмем 5 миллионов. Почему не взять? Был скандал определенный, но тем не менее. Не знаю, казахи согласились, нет, но, по-моему, они сказали, что 5 миллионов им мало. Они всего больше собираются потратить на это дело. Как бы в бюджете деньги есть, поэтому закупать будут и камеры, и технологии. В этом плане сейчас понятно, что Россия с Китаем делят техносферу мировую. Но Россия сильно отстает, потому что в России эти камеры не производят. У нас есть хорошее программное обеспечение. В Беларуси, кстати, тоже есть очень хорошие разработчики, которые разрабатывают технологии, но нет железа. Но это история, которая, конечно, будет продолжаться. Если мы из Китая перемещаемся в Калифорнию, то здесь совсем другая история. Вот хорошая картинка справа. Я всегда знал, что Сан-Франциско – стремное место для того, чтобы начать распознавание лиц. И вот мы видим бородатые очкастые хипстеры в кепках, где никого ничего не распознаешь. И понятно, что в Кремниевой долине люди стали больше всего беспокоиться по поводу использования этой технологии. Поэтому первым городом в мире, который ввел мораторий на использование технологии, был Сан-Франциско. И чуть позже губернатор Калифорнии поддержал закон, который был в результате принят. Закон называется АБ-12-15. Он ввел мораторий на использование технологии распознавания лиц правоохранительными органами до конца 2022 года. Это значит, что нельзя использовать ни камеры наблюдения, которые стоят на улицах. Отдельно они регулируют это нагрудные камеры полицейских. И отдельно выносится это использование частных камер, коммерческих камер. И говорится, что должны быть за 50 метров расположены большие знаки. Человек должен знать, что он входит в зону, где его лицо может быть распознано. Должны быть понятные процедуры. Человек должен пойти узнать, как это используется, как это обрабатывается. И, собственно, сейчас в Калифорнии идет изучение вопросов перед тем, как они примут окончательное решение после 2022 года. Конечно, ассоциация шерифов Калифорнии выступила против, сказала, что это бьет по нам, потому что мы столько преступников ловили, а теперь нам будет сложно их ловить. И вообще вы ограничиваете возможности нашей деятельности. Тем не менее, конечно, весь мир сейчас смотрит на Калифорнию. И удивляется тому, что происходит там, потому что в нашей Дат-3 пока это невозможно. Вообще Америка удивительное место. Я думаю, все вы слышали про штраф в 500 миллионов долларов, который на неделе был вынесен. Граждане Иллинойса, если не ошибаюсь, взыскали, ну не взыскали, фейсбук решил им заплатить добровольно. И вся эта история долго тянулась. Фейсбук пытался сделать так, чтобы этот иск от пользователей не приобрел статус коллективного иска, потому что в Америке, как вы понимаете, там боятся не комитета или МВД, они боятся коллективных исков. Потому что коллективный иск может обанкротить вашу компанию и полностью уничтожить вас. И, собственно, когда стало понятно, что иск проигрывается, компания фейсбук согласилась выплатить полмиллиарда долларов жителям Иллинойса. И тут все мы подумали, блин, почему мы не жители Иллинойса? Сейчас бы разбогатели. Поэтому в США, на самом деле, достаточно этот вопрос стоит остро. И сейчас, в том числе и в Конгрессе, лежит законопроект о введении моратория на территории всей страны. Евросоюз очень долго думал, что с этим делать, потому что в Евросоюзе тоже есть разные течения, они не всегда одинаковые. Есть разные примеры, например, Великобритания, которая до недавних пор была в Евросоюзе. И большое дело было с полицией метрополитена, которая тоже использовала технологию распознавания лиц. Правда, использовала не так, как используют у нас. Все-таки там было более цивилизованное использование. Там граждан... Был экспериментально введен день, когда эта технология использовалась. Всем у метро раздали notification, что там такого-то числа, в такое-то время будут работать камеры с технологией распознавания лиц. То есть это было ограниченное использование, и они мотивировали тем, что они ищут конкретного там чувака, который звонит и сообщает о ложных терактах. И все равно поднялась буча определенная, начали подавать в суды. В суд проиграли. Наши коллеги-правозащитники в Лондоне подавали. Но тем не менее, там вынесли решение. Суд сказал, что полиция может это использовать. Но сейчас полиция готовит уже такой большой гайдлайн. То есть где они указывают, как используются технологии. Они все-таки пытаются сделать эту процедуру открытой и все-таки разместить ее в определенных рамках. Чтобы не было злоупотреблений, чтобы не было утечек. С другой стороны мы видим, например, пример Швеции. Это был по GDPR. Когда, собственно, школа занималась. В школе были установлены камеры с технологией распознавания лиц. Они распознавали учеников, якобы такой сервис для родителей, чтобы понимать, кто прогулял, кто что делал, кто во сколько пришел. И, собственно, регулятор отштрафовал школу. Школа обиделась, сказала, что у нас согласие есть от родителей, от детей. Но регулятор сказал, что ваше согласие не имеет никакого значения, потому что школьники находятся в зависимом от вас положении. Они не могли не дать вам это согласие. А вы не смогли обосновать необходимость применения прям острой этой технологии. Что школу отштрафовали на весьма высокий штраф и сказали, что такого делать нельзя, технологию закрывайте. Поэтому 17 января 2020 года совсем недавно выходит 18-страничный документ от Еврокомиссии. Это пока не является каким-то законом, директивой, регламентом. Но это такой первый white paper, который говорит о том, что необходимо вести мораторий от 3 до 5 лет в целях выяснения разумной методологии оценки воздействия технологии и возможных мер по управлению рисками. Так, собственно, это стата главы Еврокомиссии, который комментировал принятие этого white paper. Кому будет интересно, я предлагаю этот документ почитать. Все-таки Москва, наша моя родная Москва. Собственно, в Москве технологию начали использовать впервые во время чемпионата мира по футболу. И она стояла на стадионах изначально. Там отчиталось столичное МВД, сколько там злодеев поймали. Ну, после этого решили, что надо более активно развиваться, потому что мы сильно отстаем от Китая, в том числе, который сильно далеко ушел в этом плане. И были выделены, сейчас в бюджете лежат 13 миллиардов рублей. Конечно, это по сравнению с Китаем, да, цифры, которые я привел, это абсолютно какие-то копейки, там, позволит только, наверное, поменять какие-то камеры в подъезде. И МВД отчитывается, что 160 тысяч камер уже есть, из них подключено 3000 камер уже с facial recognition работают. На самом деле, они говорили цифру больше, но мы тоже поняли, то, что говорит МВД и Департамент информационных технологий Москвы, это надо надвое делить, потому что мы изучили вопрос, оказалось, там, эти абсолютно камеры, там, 70-80% абсолютно не годятся для этой технологии, потому что они там максимум могут пятно какое-то увидеть, что там идет по улице. А самое лучшее качество это у подъездных камер. Но сейчас они эти деньги заложили, они будут менять камеры во всем городе, поэтому через какое-то время эта история станет действительно для москвичей очень болезненной. Сейчас идут вовсю массовые закупки, разворачивание технологий распознавания лиц уже в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах. Буквально в январе у нас прошел очередной тендер, 2 миллиарда рублей на поставку камер на транспортную инфраструктуру. Метро уже везде стоит перед турникетом. Камера. Все проходят, все напрягаются немножко, что она там стоит. Никто не знает, что эта камера вообще там делает. Администрация метрополитена ничего не объясняет, что она делает, зачем она нужна. Но, конечно, все напрягаются. И сейчас их хотят обеспечить все автобусы, поезда и так далее. Поэтому сейчас идет активное внедрение. При этом мы попытались понять вообще, насколько в законе прописано регламент использования этой технологии прохранительными органами и какие у нас есть гарантии от злоупотреблений и от утечек. Потому что наш коллега сделал небольшой с нашей помощью ресерч и выяснил, что, собственно, как мы и подозревали, на черном рынке все это продается уже сейчас. Даже не то, что там в Dark Web вам надо идти, в White Web, там в Яндексе набиваете, пробив по фотографии. Там есть дельцы в Телеграме, которые там как-то аффилированы с полицейскими. И они предлагают, говорят, скинь фотографию, стоит, не соврать вам, где-то 300-400 долларов сегодня вы платите. И вам скидывают полный отчет. У нас несколько отчетов есть, где, соответственно, указаны совпадения возможные. Там пишет 70-80-90% совпадений. И где, на каких камерах лицо могло фигурировать. Это, конечно, ужасающая история, потому что, собственно, как мы и предполагали, полицейские продают это. А учитывая, что нет никаких абсолютно регламентов на сегодняшний день, ситуация действительно критическая. Потому что непонятно, кто имеет доступ к базе данных, кто туда фотографии может загружать, кто может оттуда выгружать. Соответственно, нет никакой ответственности за утечку этих данных. И, собственно, что самое главное, нет никакого надзирающего органа, который придет и проверит. У нас в России есть орган по защите персональных данных. Называется он, вы знаете, как? Роскомнадзор. Помимо регулирования кабелей, интернет-провайдеров и блокировок, он еще занимается защитой данных. Конечно, трудно представить, чтобы Роскомнадзор явился в ГУВД Москвы, открыл ногой дверь и сказал, что у вас происходит с защитой данных, мы хотим понять, как вы используете эти данные, как вы их храните. Этого не происходит. То есть Роскомнадзор занимается, штрафы выписывают за несвоевременное уведомление о начале сбора персональных данных юрлицам. Они очень научились хорошо нахлобучивать бизнес, но с госорганами, надо признать, это абсолютно импотентные органы, у них нет никаких правомочий, у них нет возможности дознания, поэтому до сих пор у нас никто этим не занимается. Есть органы прокуратуры, которые вообще до фонаря, они из кабинета редко выходят, они какой-то документарной проверкой занимаются. Я попытался узнать, что происходит в Минске. Погуглил, посмотрел, нашел одно видео господина Сидоркова, вот начальник отдела связи, это 18-й год, и автоматизацию ГУВД Мингородсполкома находится на фоне, видите, двух экранов, где происходит сопоставление лиц с чем-то. Что такое веселое вы там увидели? Кто-то узнал господина Сидоркова видео. Господин Сидорков говорит, что 4000 видеокамер в Минске есть. Веряет, и не он говорит, это я нашел какую-то информацию, она, не знаю, насколько ей верить, это была журналистская информация, которая говорила, что вот по сведениям представленных госорганами. Все, что есть сегодня, это указ президента от 17-го года о республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Но если мы туда заглянем, там, конечно, тоже нет никаких регламентов, связанных с обеспечением прав, с обеспечением гарантий и с описанием регламента сотрудников, кто и как может использовать эту технологию. Поэтому, на самом деле, темный лес абсолютно происходит в Минске. Я все-таки призываю тех, кому эта тема интересна, заняться каким-то более полноценным ресерчем. Да что происходит, какие камеры стоят, какие технологии используются. Потому что надо понимать, что скорее к нам не Калифорния идет, а к нам идет Синдзянь, да, и это с большей долей вероятности. Мы, со своей стороны, запустили в прошлом году большую общественную кампанию. Кампания называется bankam.ru. Кампания против распознавания лиц. И мы требуем достаточно понятных и четких вещей. Мы просим введения моратория. Говорим, что мораторий должен быть введен, пока не будут проведены все социологические и юридические исследования на эту тему. Мы требуем эффективного надзора за органами, которые будут иметь возможность доступа к этой технологии. И то, что я сказал с Роскомнадзором, нас абсолютно не устраивает. Необходимо создание действительно независимого эффективного органа надзора. С функциями дознания в том числе мы требуем общественного контроля, то есть транспарентности всех этих процедур. И ответственности за утечки и злоупотребления, когда они происходят. Потому что те же штрафы, которые сегодня есть, они абсолютно никого не защищают. Это мизерные штрафы. И даже если кого-то штрафуют, вряд ли вы от этого лучше себя чувствовать будете. И ваши данные будут более защищенными. Что мы для этого используем, как мы добиваемся? Мы используем механизмы судебного запрета. То есть мы подаем иск, и один иск мы проиграли. Появляются и другие общественные инициативы. Сейчас подали второй иск. Мы готовим еще один иск уже по факту сбора evidence, доказательств того, что эти данные утекают. И конечно суд нам дает возможность, но кроме всего прочего, нам знаете, часто говорят, вы что психи, зачем вы пошли в Тверской суд, вы же там проиграете. И да, мы конечно проиграем Тверской суд и проиграем все остальные суды в России. Но это конечно позволяет нам привлекать внимание к общественной проблеме. Начинают обсуждать на дискуссионных площадках средства массовой информации, журналисты, они начинают писать. Собственно, advocacy одна из эффективных мер получения результата по этой компании. Информирование граждан. И конечно мы также работаем, сейчас ищем политических союзников для ведения законодательного запрета в России, либо хотя бы в Москве. Вот яблоко, партия Яблоко, уже почти умершая партия, она недавно приняла резолюцию по теме распознавания лиц. КПРФ сейчас обеспокоен этой историей. И мы конечно будем продолжать работать в двух направлениях и законодательного и судебного моратория. Я опять же хочу подчеркнуть, что мы ни в коем случае не хотим скатываться в лудизм и говорить, что давайте-ка полностью запретим технологию навсегда, потому что она несет какие-то риски для наших гражданских прав и права на приватность. Мы лишь говорим о том, что это должен быть временный запрет, потому что конечно кроме огромных рисков, о которых я перечислил, я вижу и огромный потенциал, который я также перечислил и который может использоваться в наше благо. Единственная наша задача, как гражданского общества, это не допустить, чтобы эта технология встала на вооружение тех, кто хочет нарушать нашу приватность и наше право на тайну частной жизни. Спасибо. Саркиз, спасибо. Есть еще пару минут на то, чтобы, может быть, пару вопросов задать, если они есть. Плюс еще Саркиз будет участвовать в дискуссии, которая начнется в 2 часа. Можно какие-то вопросы ставить на нее. Есть вопросы? Тут больше, чем пару. В общем, два человека первых. Есть такой вопрос. Недавно на Хаббар была статья. Человек после захода на сайт Роскомсвобода, у него выезжала камера, делал фотографию, заезжал обратно. Вы знаете об этой проблеме? Да, мы устранили. Это был один из плагинов, который мы использовали, сторонник. Ну, какой вы молодец. Следите за нами. Да, и, собственно, мы убрали. Мы вообще убрали сейчас многие трекеры оттуда. То есть мы сделали аудит тех плагинов. Причем это был какой-то известный. Я вам сейчас точно не скажу. Технический директор наш скажет. Но мы избавились от этого. Молодцы. И мы реагируем всегда, когда нам пишут. Потому что в нашем случае, конечно, некрасиво заниматься подобным. И вот молодому человеку на нижней ступеньке дайте тоже микрофон. Все это наблюдение через камеру, оно не таргетированное. На ваш взгляд, как должно вот это таргетирование, на основе каких факторов оно должно существовать? Какая-то национальность, либо регион, какой-то сектор городской. Как должно, ну, чтобы оно было избирательным. Каким образом? Не, но я такого не сказал. И то, что вы говорите, это как раз китайцы сейчас пытаются сделать. Научить технологии уйгуров. Только определять уйгуров. Чтобы камера понимала, что это уйгур по национальности. И принимать какое-то решение. В моем понимании, естественно, в коммерческом секторе использование технологии вполне допустимо и приветствуется. Если этой технологии используются согласие лица. Если, соответственно, компания, которая собирает, обеспечивает безопасность этих данных. Если, соответственно, компания объясняет, как она это использует. И если она передает третьим лицам, она тоже должна об этом говорить. И, собственно, без сомнений, что в правоохранительном блоке использование должно быть только при надлежащем надзоре и контроле как общественности, так и независимых органов. В таком случае, да. Саркис, спасибо. Разбавлю твой костюм синим цветом. Спасибо. Класс. Да, можно будет продолжить. А можно еще вопросы?